Начинаем тогда, друзья. Меня зовут Сергей Чураков. Всем доброе утро. Начинаем сегодняшнее занятие. У многих возник один вопрос, один и тот же. Может вы микрофоном скажете? Так, давайте я вам сделаю данный речень. Не остался плейлист. А, чтобы после окончания ролика не остался плейлист. Я вам сейчас покажу. Это имеется ввиду, ролик когда прокручивается, и после него бывают там еще какие-то ролики посередине. В этом случае, да, я понял. В этом случае надо, конечно, использовать не виджет под названием YouTube, а виджет текст. Сейчас я переведу. То есть, видеоролики у нас можно подключить несколькими способами. Можно, допустим, через YouTube, Vimeo и Yuki. Но можно... Но когда вы подключаете, допустим, через YouTube, через YouTube, после проигрывания останутся, ну, показаны видеоролики. Если вы подключаете видеоролик через виджет текст, тогда можно настроить сам видеопроигрыватель. Значит, ну, сейчас я удалю его. Удалю. Возьмем виджет текст. Виджет текст. Удаляю отсюда содержимое. Ставлю, допустим, посередине. И вверху есть... Изменить, вставить. Вставить видео. Можно нажать так. Вставить видео. Здесь откуда источник. Здесь альтернативный источник. Изображение. Ну, скажем... Здесь немного упростили. Но нам... По мне так удобнее просто сделать код отдельно. Вот код для вставки. И сюда вставить и нажать ОК. Давайте сделаем по коду. По коду. Вот возьмем этот же видеоролик. Нажимаем снизу. Так. Бизнес для бизнеса. Теперь под видеороликом есть слово поделиться. Дальше нажимаем HTML-код. Дальше нажимаем еще. Теперь дальше. Размеры видео. Выбираем, который нам нужен размер. В дальнейшем в коде можно эти размеры изменить. Теперь дальше. Здесь стоит... Можно поставить галочку. Показать похожее видео после завершения просмотра. Вот если стоит галочка вот здесь. Показать похожее видео после завершения просмотра. То по окончании прокручивания видеоролика появятся еще какие-то видеоролики на месте этого ролика. Замечали, наверное. На сайте. Если мы убираем галочку, то ничего не будет. Будет просто окончание видеоролика и все. Другого ничего не будет. Дальше. Показать панель управления. Что это такое? Панель управления это вот можно пролистать, остановить. Если вы убираете галочку, значит этого не будет. Дальше. Показать название видео и функции проигрывателя. Вот оно. Вверху показывает название видео. Дальше. Включим режим повышенной конфиденциальности. Нажимаем вопрос, что это такое. Здесь на ютубе все расписано. Надо просто читать. Так, и читаем. И читаем, что же это такое. Включить режим повышенной конфиденциальности. Нажимаем. Если включить этот режим, ютуб будет сохранять информацию о посетителях ваших веб-страницах, только если они смотрят ролик. То есть вот так. Дальше. Здесь же можно сделать, настроить воспроизведение с определенного момента. То есть вам надо сделать запуск с какого-то места. Тогда читайте, добавьте вот такую штучку в код встраивания указа в конце время. То есть диез, буква Т, равно. И после равно пишем время. Время. Здесь даже пример сделан. Например, если вы хотите, чтобы воспроизведение началось с отметки 2.30, то есть 2 минуты 30 секунд. Код должен выглядеть примерно так. Сам код идет вот таким образом. Вот это идентификатор вашего ютуб видеоролика. После слова embed. И после него диез, буква Т, равно 2 минуты 30 секунд. То есть точно так же, как код. Вставили. 2 минуты. Так и пишем. 2M30S. Width это ширина. Почему тут высоты нет? Дальше. Если надо титры добавить. Соответственно, вставляем вот эти коды. Тут указано. Дальше. Можно сделать, запретить встраивание ролика. И так далее. Теперь. Вопрос звучал так. Значит, показать похожие видеоролики после завершения. То есть, чтобы они не указывались. Ну, еще отключили панель управления. Теперь, вверху, берем этот код, после всех манипуляций. Вот этот код. Копируем. Копируем. И вставляем. Вот сюда. Вставляем. Так. И нажимаем. ОК. ОК. И сохранить. Переходим на наш ролик. Обновляем. Вернее, наш сайт. Значит, автозапуск я еще не делал. Поэтому запускаем ролик. И видите, я удалил шестерпан управления. То есть, я не могу пролистать дальше. Вот галочку я снял. Панель управления. То есть, пока ролик не просмотрится, человек его не может пролистать. Если, допустим, надо еще показать название функции видеопроигрывателя, удалить. Снимаем галочку. Опять берем, копируем этот код. Идем сюда. Вверху, допустим, инструмент и исходный код. Можно так сделать. Выделяем. И вставляем. ОК. ОК. Сейчас тоже получается. Вот видите, вверху есть название. А я делаю обновление просто из одной галочки. Из одной галочки. И в итоге получается следующее. То есть, вверху нет названия. Нет названия ролика. Внизу, опять-таки, нет управления. Можно остановить там. Перемотаж. Остановить можно посередине даже. Опять-таки, я еще раз повторюсь. В прошлый раз я показывал, как сделать автозапуск. Идем на нашу подсказку. На нашу подсказку. И здесь выбираем, если включить автоматическое воспроизведение. Нажимаем плюсик. И добавляем к коду вот этот автоплей равен ниточке. Автоплей. Куда его добавить? Вот по аналогии. Они здесь уже написали пример. То есть, после названия вот этого идентификатора ролика. Автоплей правильный линочек вставляем. Переходим сюда. Кликаем. Кликаем, чтобы выделилось. Нажимаем инструмент. Исходный код. Исходный код. И дальше понеслось. То есть, вот этот эмбет. Дальше идентификатор ролика. Дальше вопрос. Real 0. End. Amp. И так далее. В общем, можно как раз перед самими кавычками. Вот они, кавычки. Вот сюда. Кликаем и вставляем. End. Автоплей равен ниточку. Нажимаем ОК. Нажимаем Сохранить. Сейчас я вам покажу. И что в итоге получается. Я обновляю страничку. И сейчас будет автозапуск. Вы видите, автозапуск. Значит, страничка с подсказками. Страничка с подсказками. Я вам ее скопирую. И все. Так. Вот эта страничка с подсказками. На самом деле, на страничку с подсказками можно выйти очень-очень просто. Я еще раз повторюсь. Значит, вот мы видим какой-то ролик. Какой-то ролик. Нажимаем кнопочку Поделиться. Делиться. Нажимаем HTML-код. Пролистываем ниже. Там, может быть, будет, скажем, вот так. Просто HTML-код. А ниже будет кнопочка Еще. Еще нажали. И дальше. И здесь будут размеры измененные. Здесь можете выбрать галочки, если вам это надо. Либо убрать галочки. И вот здесь вопросик. Вот нажимаете на вопросик и переходите на страницу с подсказками. То есть, главное внимательно. Так, еще такой момент. По ширине и по высоте. Как-то тоже изменить. Либо меняете, опять-таки, вот здесь размеры видео. Либо можете эти же размеры сделать в вручном режиме. То есть, кликайте на сам виджет, инструменты, исходный код. И вот они. Width – это ширина 420. Ну, я, допустим, сделаю 100%. Потому что у нас есть разные размеры экранов. У кого-то там пошире, у кого-то поменьше экраны. Планшеты есть, смартфоны. И везде ширина разная. Вот, допустим, вот так. И High. High – это высота. Ну, допустим, сделаю вот так. 350, к примеру. И нажму ОК. Сохранить. Сохранить. И что в итоге получится? Сейчас, обратите внимание, размер этого ролика изменился. Делаю обновление. То есть, размер стал шире и повыше. И в итоге, когда мы изменяем размер, то есть, разных устройств. То есть, видите, изменяется как раз и размер самого видеоролика. Кстати, еще такой момент очень важный. Вот этот конструктор, его веб-сайт-билдер, он уже адаптирован под смартфоны и планшеты. Потому что вот данная визитка, данный сайт был сделан. Вот пример размер экрана, ну, такого смартфона. Ну, давайте поменьше сделаем. И когда человек открывает, то он как раз видит все, все, ну, более-менее правильно. И точно так же форма, и все, и контакты. Вот это как раз большое преимущество. Потому что большинство конструкторов, они не позволяют делать универсальные такие сайты. Так, с этим понятно. Вот с видеороликом вообще я все рассказал. Так, хорошо. Так, ну, я вообще как бы все рассказал про это. Вопросы еще есть. Потому что уложились, ну, можно стоить 20 минут на все про все. Пишите вопросы, если есть вопросы. Если нет, тогда Александру даю слово. Где там? Логич. Так, русский. Александр. Как там? Прогласить. Так, Александр, я тебе дал доступ к модератору. Доброе утро. Сейчас я тут без света, секундочку. Так будет чуть-чуть по стеклее. Ребята, доброе утро. Ну, извините, что без галстука, конечно, это нормально. Я считаю, что неожиданно, например, я для себя такой блок информации увидел, который я даже не догадывался по ютубу. Просто я в восторге на самом деле. Потому что все раньше делал кривым и способом, а тут оказывается для... Читайте, читайте, учите материальный час называется. Да, кстати. Вот по поводу того, что я рассказал. Очень много в интернете я встречал, там, в стране захвата, вот, там, какие-то фишки, там, на самом деле, приходишь на эти фишки. И за целый час вам показывают, как поставить одну галочку и целый час времени. Да. Вот многие, кто ходил, просто потрата времени. И сидишь целый час, слушаешь, как она из мухи в воздух. На самом деле, все гораздо проще. Это, знаете, история такая есть, когда новый русский сел в самолет и полетел в Швейцарию. А вот не принято в западных компаниях рассказывать, на какими странами они прилетают. Он говорит, мы сейчас над Ладвией, сейчас над Данией. А вот сейчас мы пролетаем над Баден-Баденом. Он говорит, а что это для нас, для тупых, два-разовое? Вот это, видимо, Баден-Баден называется. Так что, ждем, ждем видео, потому что, на самом деле, у меня на экране не все было видно, у некоторых тоже. Я думаю, получим, по косточкам проработаем и... Немножко осталось. Мне еще тут одна штука, прямо выпирает, но не могу себе остановиться. Оксана, надеюсь, простит меня, но вчера Оксана мне написала, мы с ней тестируем одну программку, партнерскую. Вот уже первые продажи прошли. Так что я хотел от нашего имени Оксану поздравить, порадоваться. Глядишь, эти знания тоже придут к вам и тоже продажи пойдут. Ну, а, Сергей, отдельно огромное спасибо, действительно. Ребята, я считаю, нам очень повезло. Будем жить, двигаться дальше. Главное, с удовольствием. Поэтому не торопитесь. Пускай мы просидим еще полмесяца больше, но мы сделаем как надо, и вы уже передадите точные, ясные знания, потому что вы сами сделали. Вот это самое главное. Да, нам есть удивительная программа, которую нашла Оксана. Она сразу позволяет, по-моему, на 13 сайтах бросить в интернет на тысячи площадок вашу посадочную, и начинается очень интересный процесс, причем это выход на западную партнерскую площадку. Это не столько в России, сколько по всему миру. Ну, хорошо. Ну, дойдем. Дойдем. Я сам даже еще, честно говоря, не начинал, только заплатил. Но вот все, вот видите, все что-то оттягивает. Оксана, вот спокойно, спокойно, ничего не делая, одиночка уже пошла. Хорошо. Затриговали? Помните? Силинтана спрашивает, ты знаешь, что такое заинтриговать? Она говорит, нет. Расскажу завтра. Так что, расскажем завтра. Ну что, до встречи, прощаемся. Хорошо. До встречи, друзья. Все. Все. Всем пока-пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok